И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю очередной видосик. Сегодня у нас наконец-таки доходит дело до скидок до МПК и, как ни странно, разработчики игры делают у нас скидочку на дроны. Сегодня мы прокачаем два дрона и попробуем их потестируем, посмотрим вообще, что они из себя представляют. В принципе, играя на тестовом сервере, я понял, какие из этих трёх дронов наиболее актуальны, можно так сказать. Ну, что касается штурмовика, то это, безусловно, дрон, который жёстко нагибает у нас в битвах не про, то есть в битвах матчмейкинга. Ну, а что касается десантника, то при фулл прокачке он даёт у нас 15 секунд времени работы припасов от респа. И я думаю, что за 15 секунд можно чётко отдефать, нежели за 7 секунд, которые даются изначально. Поэтому сейчас быстренько прокачаем эти два дрона на максималочку и зайдём в какой-нибудь бой матчмейкинга и потестируем данные дроны. Что касается кристаллов, которых нужно потратить на прокачку данных дронов, то при скидке, которая сейчас у нас имеется, а именно 50 на поставку шага и 70 на их ускорение, на один дрон надо в среднем слить 1 миллион 100 тысяч кристаллов. Ну, для меня это не такие большие цифры, поэтому сегодня я могу их спокойненько так быстренько прокачать. Ну, а что касается третьего дрона, механика, пока я даже не думаю его покупать. В принципе, возможно, в этом был бы и смысл, но я думаю, двух дронов для меня вполне хватит. Кристаллы у нас быстренько уходят, уже 19 шаг есть. На 20 я ставлю, конечно же, без ускорения. Зачем тратить лишние 60 тысяч кристаллов, когда он и сам через некоторое время сделается фул. Так, первый дрончик у нас уже фул, можно так сказать, 9,8 секунд при прокачке будет 10 секунд работы у нас получается, бонус ко времени работы припасов, то есть при убийстве противника на 10 секунд ваша нарка будет продлеваться. Я думаю, что это очень-таки хороший буст, и данный дрон тоже очень-таки актуален в битвах матчмейкинга, повторюсь. Ну, а что касается нарки от Респа, который дает нам дрон-десантник, то 15 секунд при фул прокачке, это очень-таки большое время, чтобы не только отбить базу, но и попробовать уже зайти на вражеский флаг на таких небольших картах. Безусловно, чем больше карты, тем меньше эффективность данного дрона, ну, а примерные карты для нагиба, можно так сказать, на данном дроне, я бы сказал, это Red Alert, Forest, Plateau, даже, возможно, какой-нибудь полигон может спокойно зайти. Ну, и, безусловно, если вы играете в ASL за деп, то я думаю, что вообще почти на каждой карте можно спокойно использовать данный дрон, и ничего плохого из этого не выйдет. Ну, а тем временем я уже почти докачиваю данный дрон до фула, и ставим на последний шажочек. Два дрона я сделал в фулл, слил на все это дело, так как уже были прокачаны по три или по четыре шага у меня эти дроны. Слил, сколько я слил? Ну, где-то два миллиона я слил, точно. Около двух миллионов, чуть... В общем и целом, где-то по одному миллиону в среднем на один дрончик у меня ушло. Что у меня тут по заданочкам? Надо ДМ-ку, ну, значит, быстренько в матчмейкинге нажимаем каждый сам за себя. Зайдем как раз-таки и сразу же потестируем. Сейчас оденем дрон механик для... О, вернее, не механик какой, штурмовик. Он у меня, кстати, и одет. Для ДМ-ки, я думаю, данный дрон будет просто самым имбалансным, при том, что, ну, фулл нара по большей части особо-таки не нужна, но нарка, которая будет даваться постоянно при киллах, является очень актуальным дроном. На небольшую карту еще при этом бросает меня. Я думаю, сразу же в этой карте мы протестируем два дрона. Все-таки как раз-таки Red Alert, на котором я сказал, что данный дрон будет актуален. Нам выпадает, и здесь мы сразу два дрона протестируем. Сыграем 5 минут на одном и 5 минут на другом дрончике. Сейчас у нас активизируется данный дрон, и будем смотреть, как вообще нарка у нас будет спадать. Так, дрон активизировался. Сделал килл. Пока я не заметил прибавки большой. Дрон уходит на фуллдаун. Нарка прибавляется, видели? Или дрон сразу в фулл опять у меня расходка. И все же давайте быстро забираем килл еще один. Ну, конечно, работа на ручке очень-таки бодрая. Мне даже столько хпшки не хватит, чтобы выжить при таких раскладах. Но нарка постоянно прибавляется. Возможно, сейчас я возьму и зиду. На ней сможем будет побольше киллов набить и подольше пожить. Все-таки на фрезе как-то быстро меня сливают. Сейчас оденем и зидочку. На картах ДМа мне очень-таки нравится играть именно на данной пушке. Возможно, от нее мало резиста. Ну и, в принципе, если вы дамажите какой-то танк противника, почти, наверное, 90%, я бы даже сказал, процентов танков будут именно ваши киллы. Никто не может у вас забрать килл, по сути, на этой пушке. За исключением, наверное, только той же изиды, которая может при тех же таймингах присосаться. Так что вот как-то так. Хорошая работа дрона. Ну, а что касается фулл нарочки, сейчас мы тоже будем его тестить. Не знаю, как он поведет себя в режимах ДМ, но что касается карт, например, АСЛ режима, режима ЦТФ, ЦП даже того же, данный дрон будет точно актуальней, чем данный, который имею сейчас, именно штурмовик. Что же еще, в принципе, по МПК я могу сказать с дронов, почему не делают третий дрон? Все-таки, как у нас уже показали многие ютуберы, я бы так сказал, будет у нас в игре еще 9 дронов, и не вижу я особого смысла сразу сейчас брать, скупать все эти три дроны и делать фулл. Все-таки могут появиться намного актуальные дроны, и их прокачка, я думаю, будет намного интереснее, чем прокачка дрона с этой аптекой. Поэтому пока я лучше оставляю кристаллы, пусть эти 2,5 миллиона у нас уже останутся на какой-нибудь следующий дрон. Ну а так, в общем и целом, безусловно, прокачивать сейчас в гараже мне особо нечего. Не знаю, к чему такой энерджайзер именно выходит, что если даже со старыми модулями у меня еще были мысли, что прокачивать дальше, были еще модуля, которые, в принципе, мне бы могли быть нужны. Ну а сейчас спокойно у меня 2,5 миллиона кристаллов остается в гараже, и даже я таки не думаю, на что их еще можно слить. Все-таки даже то обновление, которое выходит у нас с дронами, уже все равно оставляет мне 2,5 миллиона кристаллов. Так что очень-таки странный выбор. Перехода на энерджайзер, все-таки надо бы как-то было эти цены все-таки увеличивать, я так думаю. Потому что у многих игроков так же, как у меня, все качано, и в принципе, в чем смысл тогда набива кристаллов? По моей, как бы, логике, значит, экономика игры уже страдает, значит, уже как-то сделано неправильно, что я могу спокойно иметь все фулл прокачано, и при этом даже при новом обновлении сразу себе брать и прокачивать. То есть это как-то глупо с моей, с моей точки зрения. Но у нас уже подходит время к половине боя, и сейчас мы быстренько сменим дрончик и протестируем. Уже механика, если не ошибаюсь, да, он называется у нас? Или не механик, как он у нас называется? А, десантник. Одеваем его. Фулл на ручку мне сейчас быстро дадут. И 15 секунд, вернее 14,8 дается мне сейчас. Ну, долго-долго-долго, даже если бы этот танк был бы у нас без резиста, я бы уже мог бы его как минимум его и еще кого-либо забрать. Сейчас как раз таки быстренько попробуем слить. Все равно сейчас уйду на респ, и если меня зареспит в нужном месте, быстренько тоже будет фулл на ручка, и попробуем кого-то забрать. Все-таки 15 секунд это уже не 7. Большая разница. Плюс 8 секунд, я думаю, намного-таки актуальней данный дрон при фулл прокачках. Ну, так в принципе и должно быть, что дрон при прокачках намного актуальней, чем без прокачек, так же самое, как у нас происходит с вооружением М3 модификации, и при прокачке она придавая восстановиться. В принципе, в этом все просто. Пока данный дрон меня более радует, чем дрон с... с тем действием, который повышает у нас на ручку, то есть это дрон-штурмовик. Ну, а по киллам я набил где-то 25 киллов за первых 5 минут. Сейчас у нас попробуем набить за... с другим уже дроном, тоже за это же самое время. Я все забываю, что от респа у меня все равно будет фулнарка, и пытаюсь что-то собрать. Получается так, что каждый респ у тебя от респа фулнара. Я думаю, это очень-таки хороший бонус, если при респе у вас будет еще как минимум вокруг вас или рядом с вами хотя бы там 2-3 танка, сразу быстро можно забрать киллы. Но для ДМки, как я уже изначально сказал в этом видео, данный дрон не так сильно актуален, как мог бы быть в других режимах. Ну, все-таки все равно, от каждого респа у меня имеется фулнарка, и это не может быть нехорошим бонусом. При том, что сейчас у меня фулнарка имеется, да, и сразу же, как только эта нарка уходит на КД, я подрубаю свою нарочку, и спокойно дальше продолжаю забирать киллы. Единственный вот такой вот, можно так сказать, плюсик, который я уже быстро заметил, то, что каждый респ у тебя фулнара. Все-таки успеваешь ты закилять парочку танков, и при этом еще успевается у тебя батарейка от КДшится как раз-таки на следующий заходик. Вот уже у нас КД прошло, и сейчас как только я уйду на респ, уже опять будет фулнара. В этом плане, конечно, очень четкий буст, ну, для ДМа, наверное, таки будет штурмовик у нас поактуальней, чем десантник. Я бы отдал ему большее предпочтение, чем данному дрону. Возможно, кстати, в будущем дроны можно будет совмещать, и, например, в одной битве использовать два дрона, как это сделано, например, с устройствами танка, но это лишь мои мысли. Возможно, такого никто и делать не будет, но если бы такое сделали, я думаю, это было бы очень-таки неплохо. Все-таки используют два вместо одного. Конечно, при этом трата ваших батареек будет в два раза больше, но при всех тех раскладах, что у меня в гараже имеется сейчас почти 90 тысяч батареек, я думаю, их хватит на очень-таки долгое время, при том, что из-за контейнера у нас падают батарейки, и за ежедневные задания также у нас даются они, то их количество вообще незначительно уменьшается. Все-таки при каточке вот 10-минутной у нас в среднем где-то используется так 10-12, наверное, батареек, я думаю, не больше. Ну и данный бой, в принципе, подходит к концу. Набил я 44 килла, то есть с первым дроном, а именно с дроном штурмовик, я набил больше ровно на 6 киллов за первые 5 минут, поэтому я бы сказал, что с штурмовиком можно понагибать намного лучше, именно в таких режимах, как ДМ. Ну а что касается каточек СТФ-режима, режима у нас ЦП-АСЛ, данный дрон-десантник будет намного-таки актуальней. Ну а данное видео подходит к концу, если вам оно понравилось, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, также подписывайтесь на группу ВК, ссылочка будет в описании. Ну а на этом все, спасибо, что посмотрели, пока, ребят.